Итак, мы с вами рассмотрели математическую модель нейрона. Кроме того, мы рассмотрели с вами самую простую функцию активации, пороговую функцию. У этой пороговой функции активации есть два сильно отличающихся друг от друга значения. 0 и 1. Место, где функция активации изменяет свое значение с нуля на единицу, мы будем называть разделяющей поверхностью. Разделяющая поверхность находится там, где аргумент функции активации равен нулю. Именно в этом месте происходит смена значения функции активации. Итак, как же выглядит разделяющая поверхность? Рассмотрим формулу того, что делает наш нейрон. Наш нейрон делает какую-то линейную операцию, которая задается двумя параметрами. Вектор весов и смещение. Соответственно, разделяющая поверхность задается уравнением, когда аргумент функции активации равен нулю. Это уравнение задает прямую. С одной стороны от этой прямой функция активации равна единице. С другой стороны от этой прямой функция активации равна нулю. Функция активации равна единице с той стороны от разделяющей поверхности, в которую показывает вектор W. Соответственно, с другой стороны функция активации равна нулю. Таким образом, разделяющая поверхность это какая-то плоскость, которая задается вектором W и смещением B.